Гав, гав, гав! С вами Макс Старр! И сегодня я снимаю восьмую серию Рэнбоу. Итак, мы остановились на том, как познакомились с каким-то королем какой-то неизвестной страны. Ну ладно. Мой хороший друг Райд рассказал, что ты показала ему рисунок. Ну как бы это ни рисунок, а фото, ну приблизительно да. С четырьмя людьми котом. Полагаю, ты одна из них, маленькая девочка. Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Помогите мне, прошу, я девочка. Хо-хо-хо. Нет, нужды говорить, дитя. Вот, все мне покажут. Короче, все мне покажут, не все, все. Так, и че? А, это, наверное, память какая-то, я не понимаю. Он, наверное, еще уже снется. Хм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнений, искатель правды. Частое явление в семейном дереве Боу. Ой, древе Боу, простите. Ага. Тебя зовут Фрэн, девочка со страстью к жизни. Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой. Кот, защитник врат. Интересно. Так. Вы можете видеть все это в плоде? Тише. Я вижу что-то еще. Урод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Голова идет кругом, я не понимаю, о чем вы. Ты не должна быть здесь, Фрэн. Окей. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Я понимаю, вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. То есть, они боятся за их скрытость, типа она расскажет всем, что такой мир существует. А они скрываются? Ну, я так думаю, что они этого боятся. Должен быть способ. Скажите мне, я умерла? 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 Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально. Должно быть, я умерла. Смерть. Ничто иное, как отсутствие любви. Ну, да. Можно и так сказать. Если ты не любишь, то умираешь. Даже если тело продолжает ходить. Она же любит котейку, значит она не умерла. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот. Подойди ближе. Дай посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полыч. Красивое имя. Как думаешь, Фрэн, должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ха-ха-ха-ха. Вы забавные. Да, я король. Король и версты. И версты. Вот это я слышал. Какая часть вашего высочества? Какая честь вашего высочества? Мне нравятся ваши листья. Они красивые. Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Вот, поведал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя. Она защитит меня. Я хочу, чтобы обо мне кто-то заботился. Я сбита с толку. Хочу туда, где буду чувствовать себя, как дома, сэр. Понимаю, ты очень храбрая. Я просто хочу домой. Прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать. Но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр. Было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Калин. Только великий волшебник мой. А, это уже обнадеживает. Но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Ну, как я смогу понять ваш язык? Съешь этот фрукт. Ну, как бы все предельно просто. Фу, блин. Ну, ладно. Твои уши и язык будут понимать. Но не глаза. Ты не сможешь читать. Это жалко. Не беспокойтесь. Я всегда могу спросить. Извините. Извините. Вы понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю. Вы такой добрый. Это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Требую один фрукт для себя, кота. Ваше высочество. Окей. Окей. Тебе не нужен фрукт, мистер Полночь. Наш остров полон ароматов и звуков. Так. Ну, ладно. Скоро ты взглянешь на всех, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Немного. У меня кружится голова. А что? Отведи ее наверх. Немедленно. Опа. Это жук. Блин, меня пук не испугал немного. Он как-то устрашающе выглядит. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной делать? Достать тебе пару рук и ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Фрэн. Я люблю тебя. Так. Жук. Летс го. Ух, нифига себе. Как высоко. Кто это? Добрый день. Меня зовут Палантрас. И я твой доктор. У тебя экстренный случай. Ого. Удивительно. Какая большая и пушистая штука. Прошу. Прощение. Ой, простите. Простите. Ой. Простите. Просто я никогда не видела подобного... Подобного вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Что это реально. Меня зовут Фрэн. Я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой. Человек. Думаю, мы сможем достать тебе пару ног и рук. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища. Какого чудовища? Меня и чудовища улетели. Такой пушистик. Вот мы и здесь. Так. Сейчас, ребята, этика попить. Осожжить гору. Эм. Ладно. Ух ты. Это место такое красивое и спокойное. Хотела бы я остаться здесь. Так. Знаете, это похоже на кисельные берега. Как в сказке. Спасибо. Это мой дом. Здесь я был рожден. Дух Великого Волока создал его. Какого Волока? Волока или Волока. Не знаю, куда угодение ставить. Если вы точно знаете, то напишите в комментариях. Здесь самая чистая вода во всей Вселенной. Ничего себе. Звучит здорово. Итак, когда я получу свои руки и ноги. Ох, верно. Мы ждем, когда вода очистит проклятие. Какое проклятие? Эм. Ладно. Тем временем мы можем поговорить. Хорошо. Так. Кто такое? Волока. Волока. Так я не понял, Волока или Волока. Ладно, допустим, Волока. Ты не слышала о пяти реальностях? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с тьмой и пал. Он пал так сильно, его сердце было разбито. Он был один. Он прибыл в Иверсту или Иверсту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. А мы купаемся в крови? Вот почему она такая чистая, эта длинная история. Ого, звучит грандиозно. То есть, я не знала о других реальностях. Но, как ты здесь оказалась, что привело тебя Иверсту или Иверсту? Мой котик Мистер Полныч, и я возвращалась домой. Я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост, он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Так, у меня еще немного логанула игра. Но, сэр доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда наши желания так сильно, так сильны, что сбываются. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. А-а-а. Ну, вообще-то я не думал, что это мы сделали, но ладно. Твое человеческое тело было уничтожено. Что? И как мы установимся? Не, ну я, в принципе, немножечко представляю. Но... Ладно. Но ты хотела остаться собой, хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Ладно, я устала от этих уже диалогов добрее. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю унизуимой. Я сама... А-а-а. А, это уже не это, что говорит. Я сама это сделала. Ого. Но... Полно... Но... Полантрас, сэр. Как? Я поняла, что сделала что-то. Как я поняла, что сделала что-то? Я не понимаю, это тупо или разумно так говорить? Не знаю. Ты не поняла, что сделала. Ясно? Что ж... Прибыв к Иверству... Ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, неожиданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет утравлен. Есть только один, кто хотел... Кто хотел бы отправить вторую реальность. Монстр. Жуткая чернота. Блин, не плачь. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что сделала. Я не хотела. Ах, маленькая девочка. Ты такая милая. Тебе не очень сожалею. Тебе не очень сожалею. Тебе не очень сожалею. Что-то я туплю. Ты особенная. Но давай сосредоточимся на твоих руках и ногах. Хорошо? Хм, да, доктор. Лайн солнце, дух воды. Дай Френ, ее руки и ноги. Ха-ха. О-о-о, как красиво. Как ты себя чувствуешь, Френ? Из инверсты. Я чувствую себя прекрасным деревом. У меня есть листья. Рад. Рад, что тебе нравится. Я говорил, что мы это исправим. Лайн, давай уже улетать отсюда. Это волшебная вода. Она может починить все, что угодно. Что угодно. Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? О чем ты? О чем ты? Так. Так. У меня тут один файл случился. Почему? Слушай, что я сама сели, проси, ребят. О чем ты починить? Что с ними не так? Так. Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был. Вы пушистый и красивый. Так. У меня был другой доктор по имени Диран. Но он был просто злым стариком. Это как раз тот психиатр. Кстати, я до сих пор рад, что мы наконец-таки сбежали, что и все кошки, потому что там происходила такая жестокая паранорма. Я просто в шоке. Стариком думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам. Кстати, я тоже так думал, но все равно он какой-то был немножко строгий. А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Так, ладно, давай быстрее. Вот мы. Вот и мы. Покажи королю Жьяру, каким гражданином и версты ты стала. Все. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. Так, хорошо, что у нас нет этих таблеток. Пушистый котик. Ах, тебе нравится. Ха-ха-ха. Вот и я. Брэн. Брэн, дорогая. У тебя листья на голове. Ты красивая. Позволь я взглянуть на тебя, каким гражданином и верстой ты стала. Спасибо, сэр, доктор. Потрясающе. Он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил. Он рассказывал мне много вещей, но я не совсем поняла. Не волнуйся. Полонтрасса будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемы. Но тебе не очень. Но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как к тебе вернуться домой. Хорошо? Да, пожалуйста, вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. Ха-ха. Ты еще не вышла из замка, а уже хочешь все знать. Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Фреда. Великий волшебник живет внутри Великой горы. Катрэм. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему вы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости все логично, понимая, что ну да, как бы ему нету чего защищать человеческий улик. Для нас не нужно колдовать или варить зелье. Мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника защищать камни, открывающие дверь. Понятно. Выходить, выходить. Камни, это ключи. Выходят ко мне это ключи, вот. И где это, гора, вы сказали? Тебе придется поспрашивать, следуя за указателями. Указателями. Я уже устал читать эти долгие-долгие, бесконечные диалоги. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хороший... Опа-па-па. Так-так-так, пришел дот. Хорошего тебе дня. Инверс... Инверсти или... Инвер... Иверси, вот. Простите. И удачи в поисках великого волшебника. Так-так-так. Видела? Видела большое существо котик? Ты видел большое существо котик? Это Палан Тарас. Он починил меня. Да, он очень пушистый. Чуть не забыл. Вот твоя сумочка. Ура! Нам опять вернули нашу сумочку. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет. Может, они на другой стороне озера? Я не знаю, что я не знаю. Ну, что ж. В любом случае, у нас есть другие дела. Вам нужно найти лошадь. Да, король так же сказал, что... Что-то о горе. Так. Да, гора Катрэм Великий Волшебник швёт там. Пойдём? Катрэм или Корпен. Помню я. Ладно, пошли. Надо всё обследовать. Нет, вы не можете войти закрыто. Вообще, мы хотели взять таблетки. Простите, я просто хотел узнать, что за этим проходом. Либо там недруга сонос. Библиотека. Библиотека. Конечно же. Но она закрыта. Возвращайтесь зимой или осенью. Тогда она будет открыта. Эй, ты... Эй, ты... Эй, ты... Так, говоришь... Ты только говоришь, что я отвёл к Паландрасу. Да, это я. Паландрас. Да, у меня руки и ноги. Да. И голову. Это очень хорошо. Хи-хи-хи-хи, да. Но почему библиотека закрыта, сэр? Всё логично. Когда солнце возвращается вокруг второй луны, и версты мы открыты. Так. Не всё равно не очень это интересно. Так. Что ж, спасибо за информацию, сэр. Пока. Ладно. Так, ну пошли. Так. Эм. Да. Жаль, мы не умеем читать. Это что-то типа карты, наверное. Так. Это, наверное, флаг. Угу. Пошли, Френ. Это, наверное, типа такого рынка. Эм. Мне кажется, это то же самое место, где была наша сумочка. Так. Пошли. Пошли. Блин, тут бродить на полчаса. Это гора, короче. А сюда можно пойти? Мне просто интересно. Так. О, господи. Меня эти призраки испугали. Мне кажется, вот этот волшебник. Ах, вы выглядите как феи из моих книг. Ах, вы выглядите как феи из моих книг. О, господи. Смотри. Создание. Один из молодых волока получает маску. Смотрю. О, бэг. Ма. Опять я нифига не понимаю. Так. 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 Воин солнца. Создание из почвы. Жизни. Да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс. Вы можете творить волшебство. Вселенная постоянно творит волшебство. И сама полна волшебство. Но я хочу узнать. Странно, мне кажется, что вы знаете все, все на свете. Мы свет. Мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Почему монстр охотится за мной? Правда придет к тем, кто ищет твой путь в истине бескрайней. Так. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду. И сильна, чтобы отпустить ее. Ну, ну, короче, он называет, дорогая, не грусти. Нам нужно идти дальше. Ладно. Так. Да, котик, ты прав. Так. Крутанем рычажок. Так, а что тут надо делать? Давайте изучим. О, господи. Я охотился за правду, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности. И он Кастилью. Кастилью. Один из тысяч. Ага. Это знаете, на что похоже? Это похоже на учебник из Gravity Falls. И тут вырванная страница. И тут вырванная страница. А, так, что это такое? О, тот самый. А, давайте поменяем на зиму. А, давайте поменяем на зиму. Я, конечно, бы мог поменять на зиму, если бы это было возможно. Ладно, ребят, на этом я, наверное, закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросики в комментариях. Добавляйтесь вконтакте, друзья, ссылка будет в описании. Также не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет тоже в описании. Ну, а с вами был Макс Стар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok